здравствуйте дорогие друзья вы на канале доброе светлое готовим грядки для посева озимого чеснока как известно лучше всего это сделать заранее чтобы подготовленная почва немного слежалась и чеснок не заглубился больше положено первое что нужно сделать это выбираем место для посадки чеснока лучше всего чеснок сажать после земляники капусты бобовых кабачков огурцов нежелательно сажать чеснок после свеклы так как и свекла и чеснок восприимчивы к фузариозу кроме того свекла хорошо выбирает из почвы калий поэтому чеснок будет испытывать дефицит этого элемента нежелательно чеснок сажать после лука поскольку у них одинаковые болезни и одинаковые вредители плюс ко всему следует избегать посадки чеснока там где росли цветочные луковичные многолетники например лилии нарцисса тюльпаны чтобы не провоцировать распространение полезнетворных спор почва должна быть достаточно рыхлая поэтому мы ее перекапываем заранее за 3-4 недели от перекопку мы вносим компост или перегной если почва кислая можно добавить целую за расчета 1 литр на квадратный метр после этого желательно землю обеззаразить или же пролить раствором фитоспорина а если на грядке росли культуры которые болели то желательно обеззаразить более радикально добавив 30 грамм медного купороса на ведро воды и пролить грядку сам чеснок также не менее важно подготовить к посадке головку разбираем на зубчики и выбираем самые крупные и правильной формы мелкие приплюснутые и те которые находятся внутри головки лучше не брать крупный чеснок крупные зубчики дают крупные головки если чеснок ваш абсолютно здоров то специальной какой-то обработки проводить перед посадкой нет необходимости но если ваш чеснок болеет периодически или вы покупали чеснок перед посадкой и не знаете насколько он здоров лучше всего зубчики чеснока за полчаса до высадки обеззаразить в растворе фитоспорина приблизительно чайная ложка на 2 литра воды сроки посадки чеснока как правило за 3-4 недели до предполагаемых заморозков это приходится на конец сентября где-то после 25 числа и первая декада октября высаживаем чеснок в бороздки то есть сначала я делаю вот таким вот приспособлением бороздки расстояние между ними будет 20 25 сантиметров чтобы было удобнее потом рыхлить между чесноком и тяпать сорняки глубина заделки 10 12 сантиметров над супчиком должно быть приблизительно 45 сантиметров земли если сильно заглубить чеснок получается мелкий если совсем немного заглубить то чеснок может вымерзать делаем поростки в которой можно насыпать песка и раскладываем чеснок донцем вниз вертикально на расстоянии 15 сантиметров друг от друга затем закапываем чеснок вдавливать чеснок нежелательно можно его повредить и это скажется уже на урожай но можно поступить другим способом я вот таким образом беру чеснок указательный средний палец у меня выступает вперед чеснок я держу в ладони и в рыхлую перекопанную землю таким вот образом заглубляю в почву оставляю там зубчик и потом вынимаю уже руку еще раз покажу так вот я держу чеснок опускаю его в землю на глубину приблизительно 10 сантиметров это как раз вот это вот место руки то есть опуская полностью там чеснок остается видно вот хвостик чеснока верхняя часть чеснока и над ним как раз помещается еще высота одного зубчика то есть глубина чеснока при под при такой посадке самая оптимальная сама высота зубчика и плюс еще один зубчик сверху то есть можно не заморачиваться никакие бороздки глубокие не делать с помощью маркера просто наметить бороздки неглубокие и уже вот таким вот образом заглублять чеснок лучше всего его сначала разложить через 15 сантиметров поскольку чеснока не будет заметно брать чеснок и заглублять после того как я чеснок посадила обратной стороной грабель разровняла землю чтобы она заполнила все пустоты и ямки и слегка замульчировала почву чтобы сохранить рыхлость и влажность когда уже установится минусовые температуры я грядку утепляю дополнительно сухой листвой или ботвой однолетников только без семян делается это для того чтобы убереть чеснок во-первых от померзания кроме того если зима будет мало снежная то такая вот мульча будет задерживать сам снег и благодаря этой воздушной шапке почва не будет переувлажняться вот такие основные правила посадки озимого чеснока которые помогут сохранить урожай и увеличить его хороших вам урожаев ставьте лайк подписывайтесь на мой канал до новых встреч